Уважаемые коллеги, мы начинаем совместную пресс-конференцию глав внешнеполитических ведомств России и Демократической Республики Конго. Уважаемые дамы и господа, переговоры с моим конголесским коллегой Леонаром Шакетунду прошли в доброжелательном ключе. Мы обсудили широкий спектр вопросов, касающихся наших двусторонних отношений и международной повестки дня. У нас традиционно дружественные связи, которые опираются на принципы равноправия, взаимного уважения, учета интересов друг к другу. Мы отметили хорошее состояние политического диалога, включая регулярные консультации между внешнеполитическими ведомствами, отметили готовность углублять межпарламентские связи, в развитии которых господин министр принимал самое активное непосредственное участие в бытность сенатором парламента Демократической Республики Конго. Констатировали необходимость активизировать работу по совершенствованию договорно-правовой базы. Ряд проектов соглашений находится на рассмотрении сторон. Мы ускорим этот процесс и главной вниманию делили задачи вывести на новый уровень наши торгово-экономические и особенно инвестиционные отношения, в том числе стимулируя прямые контакты между бизнесменами двух стран. Мы договорились содействовать этому процессу, отметили хорошие перспективы для совместной деятельности в целом ряде областей, в частности в таких сферах, как добычу полезных ископаемых, энергетика, инфраструктура, сельское хозяйство. И подтвердился обоюдный настрой на дальнейшее развитие и активизацию военного и военно-технического сотрудничества, а также настрой на продолжение гуманитарных контактов, образовательных контактов. В нашей стране обучаются студенты из Демократической Республики Конго и на ближайший учебный год выделено более 40 стипендий. Наши друзья подробно рассказали об усилиях руководства ДРК по преодолению существующих внутренних проблем через конструктивный диалог всех политических сил. Мы такой настрой всемирно поддержали. Обменялись мнениями по международной повестке дня, по вопросам, которые обсуждаются в Организации Объединенных Наций. У нас единая позиция о необходимости уважения международного права, о необходимости выстраивания более справедливой, демократической, полицентричной архитектуры мироустройства с опорой на центральную роль Организации Объединенных Наций, уважение и право народов самим выбирать пути своего развития. Будем наращивать координацию в международных организациях, в том числе при обсуждении вопросов антитеррористического сотрудничества. Вы знаете инициативу президента Путина о формировании широкого антитеррористического фронта, который он выдвинул на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи. Он убежден, что эта инициатива отвечает интересам всех без исключения государств. Господин министр также отметил целый ряд процессов, которые проходят в регионе Великих Озер, в Центральной Африканской Республике, обсудили ситуацию в Южном Судане, Ливии, приветствуя прежде всего, и мы это особо подчеркнули, необходимость для самих африканских стран вырабатывать пути преодоления имеющихся на континенте трудностей, при том, что международное сообщество должно таким усилием африканцев оказывать поддержку, а не подменять африканские страны в выработке подходов к тем или иным кризисным ситуациям. Россия, как постоянный член Совета Безопасности ООН, но также и в своих двусторонних отношениях со странами региона и с организациями, существующими в регионе, будет продолжать всячески содействовать упроченнюю стабильности и безопасности в африканском регионе. Так что, я считаю, переговоры были весьма полезными, своевременными. Мы признательны господину министру и его делегации за очень полдотворную дискуссию, которую мы провели. Спасибо. Благодарю вас, господин министр, в первую очередь за тёплый приём, который нам оказывают с момента приезда. Как вы правильно отметили, между Российской Федерацией и ДРК существуют исторические отношения дружбы и сотрудничества, как на политическом и дипломатическом плане. Эти отношения характеризуются отличным уровнем контактов, при этом на экономическом треке нам необходимо несколько подтолкнуть эти отношения, и мы пришли к заключению о необходимости дифферсифицировать эти соглашения и подтолкнуть их в самых разных областях к более прямым контактам. Также мы упомянули о Совете безопасности ООН, и я счёл необходимым. Пробрифинговать моего коллегу о актуальной политической ситуации, которая сложилась в ДРК. Как вы прекрасно знаете, мы ведём на национальном уровне инклюзивный политический диалог и надеемся в предвыборный период решить на основании общего консенсуса в соответствии с Конституцией сложившуюся ситуацию. Однако в тот же самый момент в ближайшее время нам предстоит возобновлять мандат в миссию ООН по стабилизации ДРК, и мы попросили у России содействия в возобновлении мандата этой важнейшей миссии, которая развернута в нашей стране уже практически 20 лет. И накануне голосования о продлении её мандата мы считаем необходимым провести оценку эффективности её работы, в том числе со стороны эффективности работы кадрового потенциала, как и со стороны противодействия этой миссии асимметричной войне, которая ведётся в регионы. Дело в том, что миссия оснащается конвенциональным обычным оружием, и мы считаем необходимым провести оценку соответствия её вооружения, требованиям, которые перед ней встают. Это мнение Демократической Республики Конго и нашего правительства, и мы констатируем, что многие в совместе согласны с нами по этому вопросу. Мы упомянули в наших беседах также выборные вопросы. Дело в том, что мы подготавливаем выборы в соответствии с договором, который будет подписан 31 декабря. В прошлом году выборы должны пройти до конца этого года, однако для того, чтобы их провести в соответствии с Конституцией, нужно создавать эспиративную комиссию, которая провела бы перепись населения, которая обладает правом голосовать. И в соответствии с деятельностью Национальной независимой выборной комиссии, у нас должно быть около 42 миллионов человек, однако сейчас они занимаются переписью и переписали пока только 20 миллионов человек. Им остаётся сделать ещё огромное количество работы, чтобы мы полностью были удовлетворены этапом подготовки. Обо всём этом я рассказал своему коллегу. Коллеги, которые прекрасно в этом разбираются, как член, постоянный член Совбезоон, и как глава внешнеполитического ведомства, дружественные нам страны. Мы также поговорили о необходимости провести консультации для того, чтобы нормализовать наши позиции на международных площадках. Это касается различных вопросов сотрудничества в рамках ООН. И поскольку, как сказал мой коллега, я приехал в качестве сенатора, представляющего и парламентскую дипломатию в том числе, я считаю, что мы должны пользоваться любой возможностью, чтобы сверять часы по международной повестке дня в дипломатических рамках, и чтобы соблюдались международные личные интересы ДРК и Российской Федерации. Я полностью в вашем распоряжении, дорогие друзья. Если хотите, задавайте мне вопросы. Спасибо вам большое. Они хотят. У нас есть такая возможность. Пожалуйста, национальное... Господин министр иностранных дел Российской Федерации, я Фабиен Лумбала из Киншасы. Исторические отношения между РДК, ДРК и Российской Федерацией, вы их обсудили сегодня с вашим коллегой из Конго. Сейчас, когда миссия ООН по стабилизации в ДРК длится уже почти 20 лет, действия на местах по-прежнему не очень активны, вооруженные группы стали очень многочисленны. И ваш коллега из Конго выразил свое сожаление об этом. Вы, как представитель страны, постоянного члена безопасности СБОН, какие вы советы дали вашему коллеге, чтобы МОН СДРК могла быть укреплена? А также второй вопрос, что касается университетского образования. Здесь существовал университет, который носил имя Патриса Лумумба. Так его назвали, за своими его борьбой, которую он вел против империализма. Есть возможность как-то вернуть это гордое имя университету, который так смело боролся против реализма на африканском континенте. Мы за это были бы очень благодарны России. Спасибо. Что касается второго вопроса об университете дружбы народов, университет функционирует, он никогда не закрывался. И решение о том, как дополнительно обозначать его название, принимает сам университет и Министерство образования. Я думаю, это мое личное мнение, что, конечно же, имя Патриса Лумумба навсегда останется в истории, так же, как имя Нельсона Манделла, многих других борцов против колониализма, апартеида, борцов за свободу и независимость. Я поговорю обязательно с руководством университета и просто узнаю, что они думают на этот счет. Что касается миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго, то, вы знаете, я не давал советов сегодня моему конголезскому коллеге и другу. Мы вообще против того, чтобы навязывать африканцам те или иные подходы. И это в полной мере относится и к тем решениям, которые принимаются для решения, для преодоления внутренних проблем, будь то в Демократической Республике Конго, будь то в Центрально-Африканской Республике, в Ливии или где-то еще. И это также касается того вклада, который международное сообщество может внести в содействие нормализации обстановки в африканских странах. Поэтому миссия ООН по стабилизации в ДРК, как и любая миссия ООН, должна обладать мандатом, который приемлем для страны, которая эту миссию принимает. Мы следили за вчерашней дискуссией в Совете Безопасности ООН по этому вопросу. Там в Совете Безопасности присутствовал и господин министр, он изложил точку зрения своего правительства на предстоящее продление мандата. Мы убеждены, во-первых, в нашей общей позиции, что мандат нужно продлевать на год, как это и предлагается. Во-вторых, мы убеждены, что могут быть внесены некоторые коррективы, в частности, можно приступить к постепенному сокращению военного компонента миссии ООН и перераспределить взаимоотношения, пропорции между военным и полицейским контингентами, которые в рамках этой миссии работают. В-третьих, мы приветствовали те шаги, которые руководство ДРК предпринимает по достижению договоренности с оппозицией, по реализации того соглашения, которое было заключено в конце 2016 года о подготовке к выборам, о путях формирования правительства, в котором будет представлена оппозиция. И мы убеждены, что это все необходимо поддерживать, но не подменять при этом действия самих представителей власти и оппозиции в ДРК. Мы не считаем правильным, чтобы миссия ООН занималась организацией выборов. Это, в общем-то, не та услуга, которую суверенное демократическое государство рассчитывает получить от международного сообщества. Когда все вопросы, связанные с организацией выборов, будут согласованы с самими конголезцами, да, миссия ООН, как это бывало в прошлых ситуациях в других странах, может оказать техническое содействие в их проведении. Но вопросы существа, касающиеся того, как эти выборы будут организованы, конечно же, не подлежат передаче какому-то внешнему управляющему. Так что мы говорили об этом и говорили также о том, чтобы миссия активнее взаимодействовала с вооруженными силами ДРК по нейтрализации тех незаконных вооруженных формирований, которые там пока еще, особенно на востоке страны, сохраняются. Следующий вопрос, пожалуйста, о России сегодня. У меня вопрос... Микрофон. Миссию, министр, в феврале сего года исполнилось четыре года со дня подписания в Адис-Абебе рамочного соглашения о мире, безопасности и сотрудничестве в Демократической Республике Конго и в регионе Великих Озер, которая имеет важнейшее значение для дальнейшей нормализации обстановки в субрегионе Африканского континента. Как вы оцените ход реализации этого соглашения? Спасибо. Есть три основных обязательства по этому соглашению. Это международное обязательство, региональное и национальное. Что касается РДК, все обязательства, которые мы взяли на себя в рамках этого соглашения, были реализованы в рамках национального примирения. Что касается ДРК, мы выполняли свои обязательства. Но есть некоторые беспокойства, которые вызывают обязательства на уровне региона, поскольку, как только что заметил министр, мы отметили, что НВ3, которая является вооруженной группировкой, которая находилась в Уганде, в военных лагерях. Эта группа не соблюдала обязательства, дотекающие из Нарабической декларации. И есть проблема, что страны региона ничего не сделали для того, чтобы помешать этим военизированным группировкам, проникать на территорию ДРК, чтобы совершать боинственные действия. Мы этим несколько обеспокоены. Что касается международного сообщества, было дано огромное количество обещаний о развитии, об инвестициях. Но здесь, еще раз, международное общество не выполнило свои обязательства. Нас это также обеспокоило. Мы, Демократическая республика Конго, выполнили свои обязательства. А некоторые страны региона и международное сообщество на некоторых вопросах не ответили своим обязательствам. Телеканал «Радж Тудэй», пожалуйста. Спасибо. Вопрос к вам, Сергей Викторович. Поступили новые сообщения об израильских авиаударах по позициям сирийской армии под Дамаском. После предыдущего удара Россия вызвала израильского посла, но, тем не менее, Нетаньяху заявил, что при необходимости эти авиаудары будут продолжаться. Как вы можете прокомментировать эту ситуацию? И второй вопрос тоже по Сирии. За последние несколько дней боевики начали наращивать интенсивность боев под Дамаском и тоже в Хаме. Насколько существенно это повлияет на предстоящие приговоры в Женеве? Спасибо. Первый вопрос. Когда премьер-министр Израиля посещал Москву в предпоследний раз, между ним и президентом Путином была достигнута четкая договоренность, о том, как наши военные, военные двух стран России и Израиля могут взаимодействовать в связи с происходящим в Сирии. И когда господин Нетаньяху был вот несколько дней назад в Российской Федерации, эта договоренность была четко и полностью подтверждена между ним и президентом Российской Федерации. Исходим из того, что будем судить не по заявлениям, а по конкретным делам, о том, насколько четко эта договоренность выполняется нашими израильскими партнерами. Относительно попыток боевиков напрягать ситуацию в Сирии путем расширения вооруженных действий, что сопровождает, кстати, возросшим количеством терактов, которые приносят жертвы среди гражданского населения. Ясно, что это, у меня нет никаких сомнений, это рассчитано на то, чтобы сорвать или осложнить серьезно переговоры в Женеве. Так же, как это было накануне последней встречи в Астане, когда внешние спонсоры вооруженной оппозиции сделали все, чтобы не допустить ее приезда в Астану. Опять же, под предлогом того, что происходит нарушение режима прекращения огня. Хотя Астанинская площадка, среди прочего, как раз и задумывалась для того, чтобы разбираться с тем, как соблюдается режим прекращения огня, и договариваться о механизме реагирования на нарушения. Поэтому, если кто-то всерьез озабочен соблюдением этого режима, надо участвовать в работе по согласованию соответствующих решений, а не вставать в позу. Рассчитываю, что в Женеву все, кто приглашен, приедут, и что в Женеве состоится деловой разговор с участием всех сирийских сторон. Без прямого диалога никуда не деться. И мы поддерживаем усилия, которые Стефан Демистура предпринимает для организации такого прямого диалога. Пожалуйста, завершающий вопрос, Альма Един. Добрый день. Уважаемый Сергей Викторович, хочу воспользоваться случаем, поздравить вас с днём рождения, пожелать вам крепкого здоровья, дальнейших прорывных достижений в вашей исключительно важной работе. Вопрос к вам. Сегодня прошли ваши переговоры с господином Демистурой. Хотел бы от вас узнать основные результаты этих переговоров, какие были расставлены акценты, остаются ли у России, так же, как и у Дамаска, вопросы к деятельности Демистуры, потому что были замечания к его работе, в частности, и Дамаск не принимал недавно. И поэтому хотел бы узнать, проставлены ли акценты, и какие у вас ожидания от очередной встречи в Желево? Спасибо большое. Во-первых, мы с пониманием отнеслись к позиции сирийского руководства в отношении приёма или не приёма Стефана Демистуры в Дамаске. Это, в конце концов, суверенное дело сирийского государства. Хотя мы считаем, что общаться нужно. Да, можно, наверное, найти недоработки, даже какие-то, может быть, ошибочные действия в любой ситуации у любого международного чиновника, которому поручено разбираться с очень сложным кризисом, с очень сложным конфликтом. И в ситуации, когда на таких посредников оказывается давление с самых разных сторон, далеко не всегда чистоплодными методами, возможно, какие-то заблуждения, понимаете, вот в этой ситуации. Но, повторю, мы уважаем решение сирийского руководства, исходим из того, что по итогам Женевского раунда смогут быть достигнуты позитивные результаты, которые позволят всем участникам процесса контактировать друг с другом напрямую. Что мы обсуждали со Стефином Демистурой и его командой? Обсуждали, естественно, подготовку к завтрашнему раунду, который возобновляется в рамках женевских переговоров. Обсуждали необходимость максимально полно выполнять договоренности за заключенные в резолюции их сайта безопасности. Он прежде всего резолюции 2254. Из того, что еще предстоит сделать, мы обратили внимание на задачу обеспечить инклюзивный характер делегации оппозиции. Это прямо вытекает и из резолюции 2254, это вытекает и из того самого Женевского коммунике от июня 2019 года, на который так любят ссылаться оппозиционеры из так называемого Высшего комитета по переговорам, которые пытаются узурпировать право представлять всю сирийскую оппозицию. Это путь в тупик, и мы активно призвали Стефана Демистуру к тому, чтобы он разъяснил тупиковость этой позиции. Делаем то же самое и в контактах с нашими партнерами в регионе и в Европе, которые опекают этот самый Высший комитет по переговорам. Обязательно нужно обеспечить участие не только Московской и Каирской групп, но и таких структур, как Астанинская группа, Хмеймимская группа, и очень важно найти решение о том, как привлечь курдов к Женевскому переговорному процессу. Это не очень просто сделать. Вы знаете позицию Турции. Мы будем продолжать с нашими турецкими партнерами, в том числе в рамках контактов на Астанинской площадке, искать решение этого вопроса, но откладывать его в долгий ящик не получается. Как не получается и просто сказать, что курды не могут участвовать в Женевском процессе. Это тоже одна из важнейших задач, которая стоит перед Стафаном Домисторой. И то, что касается организационной стороны дела, то, что касается существа, то мы поддержали договоренности, которые были достигнуты на предыдущем раунде, о том, чтобы четыре направления стали предметом обсуждения между правительством и оппозицией. Это вопросы, касающиеся управления на нынешнем этапе. Это вопросы, касающиеся выработки Конституции. Третья группа – это вопросы подготовки выборов. И четвертая – это борьба с терроризмом. Все эти темы имеют равное значение, одинаковую важность. Не может быть попыток обусловить движение по какой-то из этих тем прогрессом по другой. Они все имеют значение для того, чтобы на территорию Сирии пришел мир и пришла стабильность. Борьба с терроризмом, безусловно, является ключевой задачей. Она отражена в резолюции 2254, как и задачи, которые сформулированы Демистурой по трем другим направлениям. И исходим из того, что наработки, которые обсуждались в Астане, в том числе первые подступы к тому, как могла бы выглядеть сирийская Конституция, они помогут двигаться и в Женеве. Спасибо. Уважаемые коллеги, на этом завершаем пресс-конференцию. Спасибо за участие. Спасибо.